Всем привет, ребятки, с вами Флэш, и в этом видео я хотел бы рассмотреть некоторые варианты хранения нашего нового вертолета. Что-то подобное я уже делал с машинами, еще до их появления в Расте я уже пытался строить проекты гаражей, которые потом, в принципе, неплохо прижились. И перед началом хотел бы поблагодарить всех за прошлое видео, там где Хелк выходит со мной на связь. Понаставили огромное количество лайков, хотя я даже не просил, написали большое количество комментариев, Причем странно, почему-то поздравляли меня, якобы это новый уровень, я этого достоин, но я так не считаю. Потому что если убрать любое звено из этой цепи, меня, как создателя роликов, вас, тех, кто смотрит и комментирует, разработчиков, которые создают игру, то ничего бы этого не произошло. Поэтому это наша общая победа, которую мы отпраздновали в виде такой большой активности под видео с Хелком, и, в принципе, будем двигаться потихоньку дальше. Итак, поехали. И начну, пожалуй, с самого примитивного, вот такого большого ангара под вертолет. Я сразу понимал, что это проблемный вариант, но я не мог его не попробовать. Давайте попробуем его испытать. Садимся в наш вертолет. Я, кстати, уже начинаю потихоньку привыкать к управлению мышкой и клавиатурой. Действительно, оно такое очень гибкое, позволяет многие вещи совершать, которые были бы сложные, если бы немножко другое было управление. Поэтому, ну, все-таки, опыта еще не хватает, поэтому уж извините. Плюсы этого ангара очевидны. Достаточно просто залетать. Вертолет адекватно реагирует на наши постройки. Может, он и раньше реагировал, но стукаться немножко можно. Если скорость небольшая, то, в принципе, урона не наносится. Плюсы то, что большой ангар... Так, что-то ты косо немножко встал. Давайте его выровняем. Большой ангар. Достаточно легко загнать вертолет, легко обслуживать, ходить где-то там. В этом плане, да, хорошо. Но минусы очевидны. Как закрыть вот этот большой проход? Можно, конечно, каждый раз на ночь застраивать его. Потом, когда вы просыпаетесь, удалять. Но это возможно только на мод-серверах, там, где есть ремуф, на классике этот вариант полностью отпадает. Потому что после 10 минут, после того, как вы построили стенку, ее уже удалить ремуфом нельзя. Придется только взрывать. Конечно, можно попытаться сюда поставить большие ворота, но, к сожалению, вертолет чуть-чуть в них не пролазит. Это сейчас я вам покажу вот здесь вот на открытой местности. У меня был раньше такой проект гаража вот с такими огромными воротами, даже примерно такой же размер, под какие-то большие грузовые машины. И я подумал, почему бы это не использовать для вертолета? Ну, давайте попытаемся в них пролететь, и вы сейчас поймете, в каком месте он застревает. Так, очень аккуратненько плывем. Можете сразу писать предположение, на какой части он застрянет. Вот, пытаемся проходить, и вроде, казалось бы, все получается. Да, там немножко можно пошурудить. И вот, вроде как, проходим дальше. Буду периодически выходить, чтобы вам показывать, на какой стадии находится мой проход через эти ворота. Передний винт немножко уперся, но его преодолеть можно. Нехитрыми махинациями. Немножко пошевелясь. Вот, передний винт проходит. И уже, казалось бы, вот тут чуть-чуть осталось, и эти ворота бы идеально подошли. Но давайте сейчас попробуем максимально дальше еще продвинуться. Опа, чуть-чуть, по чуть-чуть, вверх-вниз, телодвижениями. Кстати, ворота нас не выпускает, можно вообще смело куда угодно вот так вот вертеться. Все равно я буду упираться боками в ворота, никак их не разрушу, и ничего не произойдет. Это радует, что адекватно реагирует вертолет на вот эти соприкосновения со строительными объектами. Буду сейчас пытаться дальше проходить. И вот я дошел до самой проблемной части. Задний винт, он упирается вот в эту балку. То есть, больше никак, то есть, вы смотрите, он уже почти на 70% прошел через ворота идеально, но больше нас не пускает. Что бы я ни пытался сделать, влево, вправо как-то там, привзлететь, или наоборот вот так вот приопустить нос, никак не получается. Нас ворота не пускают, поэтому вариант полностью отпадает. Никак, не пускают нас в ворота. Да, ангар крутой, он классно выглядит, очень удобный, такой эффектный. Все закрыто, если бы вот эту стенку еще как-то можно было бы закрыть. Но опять же, на модах можно будет, но, к сожалению, никак. Следующий вариант, который я хотел бы рассмотреть, это ангар, ну пусть его назовем, с вертикальным входом, да, без крыши. То есть, вот такой вот красивенький. В принципе, достоинства у него все такие же, как и у прошлого ангара. То есть, достаточно обширный, легко обслуживать вертолет. Вход тоже удобный, как и с горизонтальным входом, так и с вертикальным. С горизонтальной, кстати, немножко поудобный, потому что вертикальный, сейчас вы поймете, почему менее удобный. Потому что одному достаточно сложно парковаться туда. То есть, придется, ну, этот ангар большой, в принципе, не так сложно. Придется использовать помощь напарника. Ну, знаете, когда вертолет садится, там человечки есть, которые снизу машет всякими флажками и показывают ему, куда там сдать, влево-вправо, подсказывает. Тут приходится использовать кнопку Alt, чтобы посмотреть под низ себе, собственно, куда мы садимся и, главное, не разбиться. Да, ну, то есть, быстро такое снижение у меня произошло. То есть, постоянно Alt вот так вот подсматриваешь, обзор снизу не очень, потому что непрозрачный пол, но все-таки есть окошки, которые позволяют... Ну, тут просто места много, да, тоже можно без проблем посадить. И, опять же, остается вопрос открытым, как закрыть вот эту... Смешно получилось, каламбурчик. Закрыть верхнюю часть. В принципе, тут уже идет правило карьера. Можно ее оборудовать тут верхушку турелями, которые будут охранять от незваных гостей, которые будут при помощи лестниц пытаться сюда проникнуть. Опять же, все тут застраивать на классике не получится. Зарамубить буквально банально не сможете. На моде можете, но, опять же, проще, наверное, боковую заделать, чем всю крышу. Но такой вариант тоже имеет место быть. В принципе, тут уже, наверное, просто дело вкуса. Основа одна и та же. То есть, это один большой ангар. И следующий вариант, который мне пришел в голову, это айсберги. Прошлые наши айсберги вообще бы идеально подошли. Если кто помнит, когда они еще были, прошлые, они достаточно далеко находились от основного, так сказать, острова. И не было вот этих вот плавающих льдин, по которым достаточно легко можно было бы добраться. То есть, они были очень высокие, труднопроходимые. И туда прилететь на вертолете, построить свой дом, не надо никуда плыть, ничего. Двойные вертолеты летят на основной материк, так сказать, за ресурсами и так далее. Но и новые айсберги тоже неплохие, хоть они и ближе расположены. Есть эти льдины, но все равно их можно приспособить. И тут тоже имеется несколько вариантов. Благо, айсберги, они разной формы, разные по размеру. Но больше всего мне понравился вот такой двойной айсберг. Он достаточно часто встречается. Есть вот такой один большой и рядом с ним маленький. И один я уже попытался приспособить под вертолет. Есть, правда, совсем вот такие небольшие айсберги, при этом неправильной формы. На них достаточно легко забраться, потому что очень много подступов. Я их даже особо и не рассматривал. Как по мне, вот такие варианты одни из самых лучших. Вот такой вот вариант. Можно вот этот маленький, который идеально подходит под, собственно, посадочную площадку для вертолета, потому что он отдельно стоящий. Он очень трудно на него забраться. Если поставить еще парочку турелей, ну вообще будет нереально кому-то сюда пробраться. И вот так вот стенками я оборудовал, немного симпровизировал вот такую вот стояночку для вертолета. При этом стоит рядом огромный айсберг второй с большой площадкой, на которой вы можете уже строить свой дом основной и тут заниматься чем угодно. Залезть сюда можно при помощи только, естественно, штурмовых лестниц, что достаточно сложно. А если тут наставить везде турели, снизу, сверху, то вообще будет практически нереально. То есть это намного лучше, чем строить открытый ангар на где-то материке. Там больше возможности как-то добраться. Тут же намного меньше, потому что тут вообще, можно сказать, места мало и все можно неплохо защитить. Тут такой вход у меня получилось сделать. И окружил я это все стенками. На эту щель не смотрите, через нее пробраться все равно нельзя. И вот тут стоит вертолет. Опять же, тут тоже есть свой небольшой минус. Плюс это, конечно же, расположение, трудность добраться. Давайте сейчас немножко взлетим. Минус, потому что очень мало пространства. Видите, даже взлететь немножко сложно, но я сейчас попытаюсь показать вам, что это рабочий абсолютно вариант. Вот, опять же, нужно при помощи клавиши Alt смотреть себе под ноги, можно сказать. Давайте назад отлетим, чтобы я видел с вертолета, собственно, куда мне нужно садиться. Надеюсь, не разобьюсь. То есть, сымитируем, то есть, вообще, такую ситуацию, что вот я прилетел с большой земли, и мне нужно посадить обратный вертолет. Ух ты ее! Взлететь-то взлетели, да, вот как-то. Ну, надо управление, потому что я еще до сих пор не привык. Мышка очень чувствительна. И достаточно сложно, как бы, попасть. Ну вот, мы подлетаем, да, имитирую. Все, я уже конкретно отлетел, вижу посадку. Вот тут уже действительно без второго напарника очень сложно обойтись, потому что он должен корректировать ваши движения, особенно, когда вы зависнете над самой посадкой непосредственно. Потому что вот сейчас я уже не понимаю, где я нахожусь, только вот так вот Alt в окошечко боковое могу смотреть, держать в виду, где у меня посадка, и уже начинать снижение. Чисто наугад уже сейчас сажусь. Сейчас могу даже на стенку немножко присесть. Надо садиться. Тут, главное, быстро, да, вот уже начинаю где-то задевать, не понимаю, где. Но, в принципе, реально. Вот, все. Реально посадить. Вот вертолетик сел, да, стесненное пространство, но, тем не менее, какое-никакое, но защита. Можно другой вариант рассмотреть. Если вы очень плохо управляете вертолетом, можно вообще здесь это все организовать, вот эту огромную льдину. Айсберг огородит все стенами, и тут места более чем достаточно. Вот тут организовать пополам, разделить. Будет большое место для посадки вертолета, он будет также за стенами стоять. А вот эта часть айсберга используется под основной дом, где вы будете жить. И, по сути, это вообще идеальное место, как по мне. И вертолет, и дом. И вам не надо париться каждый раз плавать. Куда-то прилетели, свою братву высадили, благо вертолет уже на 12 человек. Включая пилота. То есть, если вы играете кланом, я просто попытаюсь это реализовать на своих серверах, ну, потому что это реально очень интересно. Один пилот, 11 человек куда-то завез, там все нафармились, там все, братан, прилетай. Он прилетает, потому что вертолет в открытом поле оставлять никто не будет. Забирает 11 человек с фармом, и прилетает обратно сюда. Высаживаетесь, все живут, фармят здесь. Ну, вообще супер. Как по мне, это вообще, как он мне в голову пришел, эти айсберги. Они идеально созданы для вертолета, для клана с вертолетом. Тут, естественно, тоже все подходы турелями застраиваются, и очень-очень сложно сюда будет пробраться, чтобы украсть этот вертолет. В принципе, и расстояние от основного острова тоже приличное. Отсюда что-то где-то там выстрелять, расстрелять тоже будет сложно. Ну, это такое себе занятие на самом-то деле. В общем, пока что на данный момент вот такие варианты мне пришли в голову. Обязательно пишите свои комментарии, предлагайте свои варианты. Может, я что-то еще упустил, не досмотрел, как грамотно сделать ангар под вертолет с тем инструментом, который мы сейчас имеем, потому что, понятно, под него нужны еще большие ворота. Вот такие, которые нам сделали для автомобиля, для гаражей, только, я не знаю, во сколько раз больше, в 5-10, чтобы так же открывался, и туда можно залететь было на вертолете и закрывался. Все, ребятки, на этом буду заканчиваться. С вами был Флэш. Как всегда, увидимся с вами в следующем видео.